Я сейчас нахожусь в Тагестане, я горжусь нашими учениками. Здесь 5 точек мы открыли за год. Я расскажу вам одну историю одного миллиардера, это мой друг, он в Китае живет. Бесплатно, я вообще зарплату не брал, просто энтузиазм, мне это интересно было. Хозяин бизнеса, главное, тормоз бизнеса. Тренинги не помогают, и учеба это бесполезно. Я их называл тем, что они кондуктора, просто деньги собрать. Хотя те, в этом году еще пережили пожар. Уже дошел слух, что их будут сносить. 10 тысяч рублей у меня была зарплата. Я вообще не думал о деньгах. Больше половины бизнесменов сейчас учатся. Кто не учится, он долго не держится на рынке. Вы, может, оберете бардак. Можно сказать, однозначно. Еще очень классная вещь сказать Юсу. Уверен, это минимум 500%. Я его уволен. Вот это заведение открылось вообще без моего участия. Количество чеков где-то около 3 тысяч, наверное, в день. Это мы можем сказать, что это уже результат учебы? Однозначно. Однозначно? Дорогие друзья, поэтому в нашем кругу вы быстрее растете. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели, уважаемые наши ученики. Я сейчас нахожусь в Дагестане. Сегодня мы пришли к бизнесу. Один из наших лучших учеников. Юсуф из Дагестана, он уже год почти, да? Чуть больше, ровно год, по-моему, август. В прошлом году мы начали заниматься и так далее. Юсуф, то встреча со мной уже несколько лет в бизнес. Сколько лет ты был уже в бизнесе? Ну, если говорить с самого начала, то что я как бы запускал вообще будку шаурмы, то это 15 лет получается, да? А вот именно Павлоне сколько лет уже работал? Да, если говорить именно вот этот бренд, то уже около 4 лет получается, 3-4 года, ну, больше 3. 4 года уже, Юсуф уже работал, 4 года в этом бизнесе, именно в этом бизнесе он уже 4 года работает и так далее. И мы, алхамдулло, за этот год работы, я вижу, как он растет, и на моих глазах он вырос, он начал практиковать многие вещи, которые мы в нашей системе обучаем. И он посещал наш имени мастер-класс и сразу пошел на наше индивидуальное обучение, и слава богу, очень хорошее. Сколько у тебя сейчас сотрудников Юсуф? Если считать, у нас 4 направления, да, в Павлоне основной бренд, если все вместе взять, в холдинге 500 плюс, то есть больше 500 человек. О, шо Аллах, больше 500, это очень хороший результат, ребят, очень-очень хороший рост, хороший результат. Я хочу тебе сдавать несколько вопросов, ты 4 года дает, сейчас, Дальмон, сколько кафе? В данный момент 5, но еще 2 на подходе, то есть 6 на подходе, буквально в этом месяце планируем открыть, и еще в другом городе 7 планируется. Это только кафе, да, мы не говорим про кафе, не говоря о кофейне, мы сейчас пойдем на кофейне отдельно, сейчас мы говорим про кафе в Павлоне и так далее. Скажи, пожалуйста, вот в области общепития, кофейне, воды дом на кафе, какое место занимает Павлоне в городе, если так смотреть рынок? Конечно же, если смотреть именно в этом формате, то уверенно мы номер один, потому что у наших конкурентов 2 основных прямых, у них по 2 точки. У них по 2, а у вас там уже 5, у нас уже 5 получается, 6 вот сейчас откроется. О, шо, очень хорош. Вот, а если говорить в целом, как бы про общепитие, конечно же, мы не номер один, есть перец в группе, они номер один, ну и, наверное, на втором месте. То есть у них несколько это, да? Ну, у них разные форматы, у них не сеть, там рестораны, там рыбная и так далее, разные, как бы, концепции, разные сегменты. Почему ты выбрали именно сферу общепития? Ну, это большая история. Расскажи, как получилось так, почему ты выбрали там общепитие? Так получилось, что я вообще вырос без отца, вот, в 13 лет, получается, мой отец скончался и в 17 лет я уже начал работать. Дядя, как бы, открыл пекарню, армянские лаваши пекли там, да, вот, и, получается, даже без прав я уже начал там водителем работать. Вот, и так получилось, что я полностью стал все функциями заведовать, полностью руководить этим, этой пекарней. Ты пришлось изнутри все эти процессы пройти, видеть. Даже было такое, что я даже ночью сам все кратил лаваши, потому что обороты сильно поднялись, даже мы продавали другую республику даже, Чечню и по всему Дагестану. Можно сказать, где-то за год я поднял продажи где-то более на тысячу процентов, и чистые прибыли продажи. Выросла. Да, да, и что самое интересное, бесплатно, я вообще зарплату не брал, просто энтузиазм, мне это интересно было, я вообще зарплату не брал. Ты почувствовал, что это тебе нравится. Да, 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 и вот, получается, я развозил эти армянские лаваши тонкие, которые шаурму заворачивают, курица-гриль, я их развозил по всему городу, и как-то потихонечку, какую-то уверенность, какое-то желание, какой-то опыт приноровился у меня, и появилось желание открыть свою точку. То есть ты начал делать, 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 и постепенно у тебя это... Да, 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 да. У меня это желание появилось. Как это желание появилось? Где-то через полтора года, наверное, да? У меня уже есть зарплата формировалась. Зарплата первая и последняя, наверное, в моей жизни. 10 тысяч рублей у меня была зарплата. И вот, получается, эту зарплату, 10 тысяч рублей, я собирал 2 года, цель поставил открыть шаурму. Два года я, получается, не тратил даже ни напитки не покупал, ни еду, дома ел, все дома, и собирал в сейфе 2 года. Я собрал 200 тысяч плюс, где-то 220 тысяч, тогда я помню, и, получается, начал запускать свою шаурму. Первый шаурму запустил. Первый шаурму, да. Где-то 21 год мне было в то время, 20-21 год, да? Ага. Вот. И, получается, вот это первая шаурма. Почему именно шаурма? Потому что я развозил всех шаурмистов в городе, знал, я их видел больше, чем в своих родных. Ага, лаваживазиль, ты видел, как они зарабатывают. Да, понимал, что они делают, как делают, и так далее, в каком районе. И вот, получается, первую точку шаурма открыл. Ну, это как бы уже общепит. Да, да. Вот. В итоге она у меня вроде бы неплохо шла, где-то полгода она работала, но я там обанкротился в итоге, если коротко говоря. Ага, прогорел я. Не смог сотрудников найти и так далее. Вот. И потом, когда я ее закрыл, через некоторое время ко мне друг обратился, знакомый. Он говорит, Юсуф, есть в центре города, хорошая локация. Сейчас это вот Кирова-Калинина, торговый центр. Ну, одно из самых таких центровых точек. И там сдается как бы помещение в аренду, будка. Давай ее откроем. Я говорю, у тебя деньги есть? Я говорю, у меня нет, я уже обанкротился. Он говорит, нет у меня, ну а что ты тогда предлагаешь? Я понял, что место хорошее, и я нашел деньги в долг. Я тогда у сестры взял 60 тысяч рублей в долг, вот, и запустил это, получается, будку. Он в итоге вышел из игры, потому что не смог деньги найти. Ага. И было такое, что я вот с ночи до утра, получается, делал ремонты, потому что я работал в пекарне. Там пекарня, сами знаете, рамадан, праздник, там нет выходных. Да, да, да. То есть, 24 на 7, 365. Кругля сетка кушать. Да, да, да. Беспределив, кругля. Даже если праздник, у тебя там 50-100 точек, кто-то по-любому будет работать, и тебе надо ему свежих хлеба. То есть, ты не можешь сказать ему, возьми на 2-3 дня, им это не устраивает. Да, да, да. Вот, исходя из этого, получается, я днем до вечера работал в пекарне, и с ночи до утра делал там ремонты. Сам же красил, сам же все вывозил, сам же там из фанеры делали стол из рейки и так далее, и так далее, да. Где-то месяц в таком режиме, до рассвета практически мы работали, я помню, и вот так запустили эту вторую точку, да. Вот, потом со временем, получается, там эти будки уже дошел вслух, что их будут сносить, будут торговые центры строить, сейчас там большой торговый центр. Я понял, что мне нужна другая точка, и начал искать помещение. И вот эта первая точка наша на Амедхан-Султана, это там наша пятая точка, вот, там в итоге я взял помещение 20 квадратов и там запустил тоже шаурму. И там уже, получается, когда рынок начал немного меняться, наши конкуренты начали там шашлыки вводить, там на шпажках, где-то чай, где-то столики, телевизор, да, это где-то более 12 лет назад это было, да. И я тоже понимаю, этот тренд тоже начал развиваться, менять, тоже меню чуть добавил, уже не просто шаурма на вынос, да, да, да. А уже шашлыки, уже там еще что-то, столик, чай, официанты, обслуживание и так далее, да. И постепенно, расширяясь, расширяясь, там получилось большое кафе. Так, и так и началось уже первое. Да, вот так, постепенно началось, вот так, да, и там самая основная первая точка. Дорогие друзья, самое интересное, послушайте внимательно, чтобы это осознать, понять. Вот, из опыта, если вы заметили записи предыдущих моих учеников, если видели, все успешные бизнесы, они начинаются из маленького. Из маленького, а потом по чуть-чуть фонформируются. Мы ошибки проходим, когда, когда на уровне бизнес, когда маленькие, ошибки пройдешь, так более-менее дешевле, опыт накапливаешься, ты становишься сильнее. Опыт на управление, опыт на создание продукта, на создание рынка, на создание все это. А потом по чуть-чуть растет. Поэтому, если вы действительно хотите крепкую компанию построить, вы должны четко понимать, начните с маленького, фиксируйте это, начните с маленького. Еще очень классная вещь сказал Юсу, я работал бесплатно вначале. Вы помните, он сказал, я работал? Около двух лет, да. Два года почти бесплатно работал. Я вообще не думал о деньгах. И даже мысли не было о зарплате, мысли не было того. И работая там, я понял, это мое. И на тысячу процентов поднял продажи. Представьте, почти круглосутка работаю, поднимал, он же даже не думал о зарплате. Почему? Потому что почувствовал, это мое, вот так. Поэтому постепенно, постепенно, душой и сердцем, когда ты вкладываешь, она дает длительный результат, длительный эффект. Вот два года без зарплаты работал, то, что ты делал, сегодня сейчас у тебя большой успех. Я расскажу вам одну историю одного миллиардера, это мой друг, он в Китае живет, он наш таджик. Из тех ребят, которые родились в Китае, ну там, когда СССР разделился, это они попали в территорию. У нас там есть два района, где со стороны Таджикистана, Памира попали в территорию Китая. Вообще территория Китая попалась ближе к России, ближе к Казахстане, есть несколько казахов, есть киргизистов, и там есть таджики. Это парень миллиардер. Мы общаемся, я ему рассказываю, как ты стал миллиардером. Я спрашиваю, расскажи мне, как ты стал миллиардером. И он мне говорит такую историю. Он сказал, знаете, я приехал в город, он тоже из района, из села, из сельских местных, Памира, это у нас сельские местности. И он говорит, я приехал в город, когда приехал, говорит, в город, я искал работу, не знал, что делать. Потом, говорит, попал в одну семью, которая ковры, ковры продавали. Потом я искал, у него был дукан, дукан, мы говорим, да, дукан, где по магазинам, да, магазин, где продают ковры и так далее. Он, говорит, продавал разный вид ковров, то афганский, то иранский, ну, разный вид ковров. И вообще, вот где-где это его город, как-то забыли название, он как раз в воротах, шелковый пуд оттуда, Китай выходит, эту сторону Таджикистан, ту сторону Афганистан, ту сторону Пакистан, вот так проходит, да, вот так. Я с буквой Кашкар, по-моему, звал, или как звал вас, забыл, Кашкар, по-моему. И он, говорит, вот приехал в этот город, и тогда, говорит, этот человек мне сказал, три года будешь работать у меня бесплатно, я тебе научу. Три года. Он говорит, я не знаю, что сказать, три года работал абсолютно бесплатно, как его сын, просто работал, помогал, все делал, три года бесплатно работал, он сказал. Но зато, говорит, он мне научил языки, я как работал, он научил, как продавать, научил. Через три года, говорит, он этот магазин, этот дукон отдал мне, говорит, Ти торгуешь, я тебе товар обеспечу. За это три года он научил мне понимать продукцию, продажи, все. Мы начали работать. Потом после этого, говорит, следующие два года я работал на себя. Он мне товар давал, я продавал и заработал на себя. Потом говорит, он мне товар давал, отправил мне в Пакистан. Я поехал в Пакистан и за целый год он мне товар отправлял, я продаю и сверху то, что оставлю, себе заберет. Потом он мне отправил в Индия. Он мне говорит, как отец? он тоже вот вырос без отца и такой тогда он говорит вот так и ты знаешь сейчас он миллиардер и у него свои гостиницы в этом да да китай гостиницы нефть очень много занимается нефть эпизод и потом у него свой одна с кого компания 22 тысячи машинами такси jumpa называется если раньше будешь ли гуанчжо будешь или пекине jumpa это его чайна камера jumpa называется и дубая тоже у него на его миллиардер это парень и вот видишь очередной раз уважаемые слушатели убеждаюсь о том что если вы действительно хотите долговременный успех если вы встретите как где где можно научиться просто иди максимально усваивая это не думаю зарплаты так далее зарплата она она всего лишь для того чтобы пока временно жить но главный навык который прообретаешь она настоящий капитал настоящие богатство то навык который вы приобретаете что самое интересное я даже не запрашивал зарплату установили через два года 10 тысяч рублей это стало в начало твоего года отлично хорошая история очень очень хорошо понимали даже но настолько я любил эту работу да как я сказал ранее когда пекере не хватало обороты то растут они устают и так далее не хватает я сам ночью выходил пекайте лаваши ночи до утра утром опять возил или там света нету допустим тесто миска сломался что я ее вручную сам месил это тесто муку таскал и вот это все результат того то что ты сейчас изнутри знаешь всю кухне до 3 знаешь все вообще пить и так далее да и еще интересно когда вот шаурму запускал бывало время когда я сам делаю шаурму можно и в начальных этих точках посуду мыл полы мыл практически вот официантом был и кассиром был то есть весь путь прошел и администраторами управляющим если вы заметили уважаемые слушателями часто наших уроках говорим и у эти заметили я говорю если ты хочешь они говорят с чего начинать свой бизнес я говорю иди полгода работы сначала до работы сначала продавцом когда работаешь продавцом например любом в этом магазине или если кафе и тогда официантом ты поймешь клиента ты поймешь клиент эти понимаешь продукт а потом работы отделе закупать и поймешь поставщика логистика и так далее потом работой в области старайся работать в области администратора чтобы организацию понимать как организуется как структуру как процесс чтобы ты понимал а потом научись читать отчеты научи поставить задачи то есть карьеру построить надо посправили посправили когда посправили вы построите карьеру вы сами потенциальный руководитель следующего филиала или с потенциальный партнер это очень сильно помогает уважать чужой труд то есть нет такого как бы ты не поднялся ты понимаешь этих людей потому что ты сам оттуда вырос то есть как будто связь не нарушает да 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 ты понимаешь а изнутри труд этих людей сценишь два полюсоветом одновременно тесенящих труд в другой с другой стране никто тебе не хитрит потому что ты знаешь что могут быть потому что иногда бывает что люди преувеличивает некоторые люди а ты знаешь что что там там происходит потому что там изнутри же прошел это все скажи мне пожалуйста что тебе привело к нам наши тренинга в наших курсах вообще тираж и знал про меня и про наши самого на школе я видел получается первую очередь вас через youtube куда так как у меня желание и рейне построить международную компанию да я всегда думал о больших цифрах то есть всегда была мечта зарабатывать не просто 1 миллиарда сотни миллиардов и я вас всегда когда забивал такие лекции не за или youtube считывая да то что я рада интересуюсь и всегда вот и скажи же всегда говорите про деньги да почему-то вы у меня выходили долгое время какой-то я не заходил внизу как-то скептически относился как на это естественно и не знаю да и как-то начал слушать лекция ахамдуллах где-то наверно 5 10 лекций послушал как-то мне понравилось да в основном я слушал там высоцкого другого чуть на это да и потом получилось так как-то свыше наверно связал как по-другому объяснить не знаем как-то я попал в мечеть центральную на молитву там оказался мой друг а мир махтеев есть мой друг оказался как-то случайно мы с ним встретились на бы чурсов что делала я как раз практически мне полу расписано день всегда загружена что делаешь это в принципе ничего я как тут слышал как такое как бы да вот ребята идут и хочу отвезти шамилю там масса не надо рекомендует как бы учился у него не хочешь послушать что он скажет обратную связь стоит идти не стоит интересно давай пойду посушу и вот мы поехали с ребятами уже были удивить у тебя с собой были начали спрашивать что тебе помогло что ты внедрил чё там и так далее и шамиль как я сказал альхамдулля что какой бы ну инструмент не взял внедряет это работает мы конечно же нашему брату поверили и как-то пошли на эту учебу не мастер-класс 1 да 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 я помню да да я уже как бы первый день принял решение увидел послушал вас но сразу видно когда человек духовный когда человек как сказать но с какой миссии с какой целью это все делает для меня очень важно было я давно когда искал духовного именно наставника не просто как бы помогать раз зарабатывать и так далее да еще 70 совместа ценность смысла из-за этого как бы я сразу же решил на индивидуальном учении помню потому что поэтому я заметили это ты же сразу принадлежа нет и второй день подошел мне сказали я хочу быть ваш учеником 2 рождения просто вас не поймал да 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 я просто долгое время это понимал как бы да ну что жизнь проходит что сколько времени прошел не сказал уже такие большие результаты да люди проживают 50 лет 60 лет легче у них спросить то есть не терять это время нервы деньги ресурсы да и найти наставника это просто круто как бы тебя выводит на за короткий срок когда делать тебя эффективно скажи пожалуйста вот ты побывал уже год на разных моих тренингах ты был на стимизо-бизнеса были на мастер-класс и так далее вот что из этих скажем занятия и сцены и брать для себя одну две три вещи скажи что приходит в голову я брал очень много чего дать ангеллина полосе очень но самое основное хотелось бы первую очередь сказать что мне сразу больше всего всего зашло не делегируйте задачу делегируйте цель а то есть четко научиться спускать цель правильно и вот на сегодняшний день вот это пятое наше заведение к которому мы находимся да вот это заведение открылось вообще без него участие в инвестициях не в ремонт вообще нигде я не час она без меня полностью это уже команда начать справляться то есть и ты чувствуешь что ты сейчас приходишь на уровне бизнесмена что практически мы уже перешли потому что прошлом году мы уже поставили как бы цели на год сделали стратегическую сессию с командой до определили ключевые до а стратегические цели на год видение определили куда мы хотим идти и так далее и глобальную цель поставили на 10 лет до это очень круто сработало и ключевые показатели всех направлений определили это очень сильно и мотивировала команду потому что это доверие осознанность то есть вообще по-другому когда команда воспринял это и больше всего вот это может это то что мы обучали с начальном этапе на минимуме сага потом на системизации бизнеса основном и нам много эти вещи мы рассказываем остается за бизнеса как это все формировать как это все внедрить потому что мы работаем на рынке где много конкуренты и против нас играют сильные команды много команды и все учатся сейчас слабых бизнесменов очень мало осталось больше половины бизнесмене сейчас учиться кто не учится он долго не держится на рынке это так кто не учится долго не будет он все равно банкротится поэтому если раньше цикл жизни бизнесов был там всем 10 лет сегодня это три-четыре даже меньше она может и не меняешься просто теряешь полете должен быть в тенденции так далее у тебя очень хорошая команда я почти многих знаю ребята же многих знали же общался многим и так далее и они молодцы ребята очень понимаете ценности компании тогда еще можно добавить вы сказали 2-3 да самое основное второе можно добавить сюда то что вы сказали все таки мы не просто так делаем бизнес за любую вещь как учит нас религия мы должны спрашивать себе зачем то есть какой целью это смысл смысл моего бизнеса и конечно же есть у нас миссия в компании да моя личная миссия быть причастным каждом благом деле в этом и невидимых мирах до судного дня хорошая миссия это это вообще очень благородная миссия да и вот когда я начал вас слушать и в тренинге сразу понял даже вот но сходится эта миссия и надо быть вместе и просто даже помогать вам как говорится если ты не знаешь хотя бы помогает тому кто знает просто рядом включить да я считаю своим долгом как бы вам помогать потому что вы больше достигли вы больше знаете больше опыта и так далее и соответственно и я как бы растут да вот то есть понравилось очень сильно то что вы сказали обеспечивать родителей не только своих системно то есть выделил определенный процент я раньше об этом не думал не понимал я на выделято я-то обеспечивал как бы да 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 как как бы временами как помогала системно выделяешь это вообще по-другому и еще более того родители и супруги да 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 это очень сильно зашло и это очень сильно как бы объединяет и семью это те люди которые тебя всегда принимают какой бы ты ни был переживают постоянно за тебя просят у всевышнего это очень сильно понравился это внедрил сразу но шоу ну и третье тоже наверно основной можно включить сюда мы как мусульмане как бы давно в разных направлениях должны до укрепляться и одно из это наша семья как бы да и когда ты занимаешься бизнесом и когда ты строишь большую компанию мировую компанию до сотнями миллиардов долларов планируешь веришь в это да ты однозначно постоянно в перелетах обучение как мы сказали команда много проблем много тревожки ты хочешь не хочешь где-то семья выпадает и меньше времени уделяю где-то да какой-то период выпадаешь и по-любому мать с ними больше находится с детьми больше да и вот то что вы сказали ну всегда везде брать семью супругу собой да да потому что но если ее не обучать она по-любому передает какие-то знания я вот всегда стараюсь супругу обучать надо с собой брать где-то очень сильно с это тебе помогло очень сильно помогло и каждый урок взял собой семью это очень важная много нашим индивидуально ученикам есть и заметили говорю если хотите много результата хотите больше успеха жену с собой на учебу почему ребятами об этом говорим потому что мы же часто не бываем дома все равно как бы не было так мы же в бизнесе больше работы а детей кто будет воспитать их не мат больше время проводит с ними пророк солдат вам сказал мат это медресы для ребенка если хочешь чтобы твой ребенок был умным работать над тем создать возможность твою мама была умная а тогда ребенок с очень умным ребенок станет духовными так далее это очень очень важно если мы не поможем им вот это нашим семьям женам и так далее что призывали них в голове сериале голливуд болливуд вот это не заполняет мне в голову то турецкий сервер то корейской сервера а потом придешь и не о чем говорит с ними ты станешь разный разными людьми станешь с возрастом очень большой роль играть семья семья очень большой роль играть чтобы было есть отношения хорошие ты такой заряженный заряжаешься говорит для вас успокоение когда мы создали это вдохновение это настрой это самочувствие очень сильно другом они как мы знаем сегодня 21 век самая важная валюта это как бы до энергии до самого же ресурса да и если твоя семья мать там твоей жены родители да твоя семья тебя не заряжает как бы но очень тяжело быть в томосе ты возил как бы системная да да ты возил постоянно с собой семью я видел на учебах и так далее и каждый раз когда ты выходил и это все обсуждение она участвовала поддерживала помогали это очень интересно да и она вообще начал понимать насколько это сложно насколько чем я занимаюсь до начала уважаю тем же меньше станет к тебе недовольство меньше станет если не поможет по крайней мере не мешает да да так как минимум не будут мешать это же как же будто вот там где-то о нас не думает тогда здесь уже четкое понимание даже переживания хочет помочь да 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 есть вообще как бы да породим осознать осознание меняется их точка зрения отлично сказалось бы это такие ну про бизнес тоже могу много сказать давно хотел именно их отметить потому что именно мне как бы сильно меня зарядило потому что ну нет цели как мы сказали есть миссия не просто сделать там деньги ради денег да четко есть понимание ради довольства всевышнего но тут есть еще другие обязанности семья обязан либо они тебе помогут выше стать перед всевышним да по уровню степени да либо они тебя как бы вниз да потому что обязан воспитывать детей и супругу еще когда за этого это очень сильно мне помогло именно как бы быть может заряжены машина ты еще занимаешься много разные социальные дела благотворительность социальные дела тоже лишь насколько помню по городу какие направления были озвучивая это нормально мете вещи говорим не для того чтобы хвастаться о благотворительстве мете говорим для того чтобы вдохновить кого-то к добрым делом это нормальное явление например я читаю что когда мы кому-то помогаем индивидуально лучше об этом не говорит никогда никому чтобы не задевать чьи-то достоинства а когда мы делим общественные дела лучше об этом говорит что ли он поддерживать других быть примером махатма ганди говорит что а какое общество мечтаете сначала самим станете таким человеком это правда помните парки и так далее да да на самом деле этот проект павлоне название такое необычное она вообще не означает кафе для какое отношение павло это дерево насколько помню да не спроса это название мы долго думали с маркетологом какое название как бы да сделать современное интересные которого можно зарегистрировать да именно вообще этот бизнес полностью создавался как социальный проект то есть проносить пользу обществу так скажем да как бы изменить мир кучем если говорить крупно от какой-то пользу принесла подход чуть-чуть кормить вкуснее едой да да такая была цель назвать такое название чтобы она несла как бы характер основателя вообще скобы цели создано да я своей натуре как результат никогда я люблю масштабирование рост развития скорость это дерево очень быстро растет и такая миссия с открытием каждого заведения и вообще периодически год-два раза мы сажаем деревья по всему городу у нас небольшая миссия вообще сделать этот город махачкалу визитной карточкой павлоне раз когда у людей они вспоминают махачкалу и говорят ассоциироваться на завоз павлоне как париж да 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 холочком и к этому миссии идем даже сегодня один это обучение мне сказал и сугут стука павлоне городе стал это высажаете вода и мы сажаем и другие сажают то есть мы и приводим здесь продаем как бы тоже даны сами там ребята из невеста взяли тоже мои до знакомых они продают и каждый у него больше больше и они растут очень быстро и красиво и это и как бы реклама получается да и как бы такой пример да как вы сказали это же очень хорошие ребята сами подумайте город можно буду ассоциироваться с этим деревьям с этом ростом с этом скоростью с этом активность и понимаете это круто идея классно или каждый год сажайте да определенные кольца сами сажаете и определенные кисто даете другими другие тоже пойдет сажать думаю сам приобретает у вас и пойдет рядом с вами сажать парень такое как бы даже именное дерево чтобы даже на сайте могли оплатить ему за них сажают и даже вот такую идею сегодня чтобы порекомендовал может быть здесь где-то на табло на ком-то объекте сделать или на всех объектах счет сколько павлоне уже высажена да правильно правильно то есть как бы да и миссия знакоме да и надо это очень было как бы социальный проект вообще в целом павлоне социальный проект и даже названием уже мы говорим что мы не просто как бы кафе а вот мы как бы это дерево означает быстро растем и как бы их сажаем то есть объединяем и общество вокруг этой миссии на это первое да и потом сама дерево это образ образ образа радость и образ сада образ вдохновения молодость это первое если говорить в целом в компании да есть такое понятие как взять партнером всевышнего то есть все мы всегда говорим бы партнерится партнерстве как бы легче мировой бен построить делится как бы нагрузка риски и так далее и так далее да все мы знаем и здоровье и жизнь и бизнес все весь удел спокойствие дается нам всевышний и я слышал такую историю одни ребята партнеры там по моему 8 человек было и они партнеры бизнес сделали у них не хватало на денег на 9 по моменте кто-то подложил давайте все скинемся и возьмем всевышнего всевышнего партнером до меня это очень затронула история даже для слез и в тот же момент они помнили через какое-то время я тоже внедрил это то есть такое желание появилось тоже взял партнером всевышнего не буду ведь такой процент постепенно планирую его довести до 50 процентов и со временем со временем в основном та миссия которая сказал быть причастным до каждом благом деле за счет в основном большой компании да то есть много сотрудников компании да ты здесь можешь транслировать до свои ценности через обучение через принципы ценности и так далее да ну и плюс за счет огромного дохода спонсирует какие-то социальные проекты и так далее и так далее да вообще молодец и мы выделили вот такой процент я лично выделил и сегодня из всей компания из всей чем проиграть со всех доходов любой даже если будет не просто выделяем и на процент направляем на это же не твое и деревья сажаем и ну в основном мы вкладываем социал социальный проект то есть развитие обучение и так далее там школу строить чудо много чего разного на самом деле жизни постоянно брать нельзя жизнь очень важно отдавать если если посмотрим жизнь много дает нам не мало отдаем жизни подслово мало на в жизни между отдавая меру отдавать меру сажидировать эти что-то отдаешь миру что-то создаешь на этих людей что создаешь еще добавить других людей для и когда ты сажаешь эти деревья от этот благо и пет tej сам� и людям и всем и городу всем под это отдавать вот это преемся отдавать она создать изобилие и сажаешь изобилие вокруг себя вот это очень очень важно эту философию Это духовная философия. Люди, которые только хотят от бизнеса зарабатывать, я их назову тем мечтением кондуктора, просто деньги собрать, далеко не пойдут, они банкротятся, потому что их бизнес, она не имеет смысла, она лишь бы зарабатывание денег. Бизнес, смысл бизнеса не зарабатывать денег, смысл бизнеса, что улучшит в этом окружении, что улучшит в этой среде, что принести, какую пользу принести, главное быть полезным, создать что-то полезное, ценность, а потом еще делиться, делиться, еще отдавать, если ты зарабатываешь, еще отдавать, это очень круто. Дорогие друзья, очень хорошая, можно сказать, социальная миссия, очень крутая социальная миссия Юсуфа и его команду. Я думаю, что это даст через 5-7 лет, вы представьте на минуту, какой это крутой результат. Сколько дерева сажаете или сажали улей? Есть какой-то учет? Вот точно учета нет, сегодня как раз об этом думали, но более где-то трех тысяч. Более трех тысяч, это уже хорошо. Вы знаете, что иногда порой одна семечка создает одно дерево, и одна дерево когда-нибудь создает целый лес. Понимаешь? Одна семечка создает одно дерево, но это одна дерево когда-нибудь создает целый лес. Есть такое понятие, что вот-вот с это начиняется лес, это есть мышление миллионера, когда ты видишь в маленьком большие достижения, большие результаты. Я еще хотел добавить, очень важно, чтобы была миссия у человека. Когда есть эта миссия, он четко понял и искренне ради нее живет. Вообще миссия тоже ради довольства Аллаха. Вот эта искренность есть, это очень высокий уровень, это очень сильно мотивирует. У бизнесмена, как мы знаем, особенно, который строит большую компанию, очень много бывает разных сложных ситуаций и так далее. И с персоналом, с командой, с государством, и макроэкономические факторы и так далее, и так далее, да? И вот это именно, вот эта миссия, ради чего ты это делаешь, не ради просто денег. Она тебя всегда в любой сложной ситуации держит, не дает тебе сломаться. Всевышнему не важен результат, ему важно твое стремление. Твоим намерением. Каким ты усердием, каким ты стремлением это делаешь. Было бы несправедливо, все мы знаем, да, именно Всевышнему Али Адрель справедливый, да? Если бы кому-то он больше, кому-то меньше, а время-то всем одинаково дал. И вот это время, какой бы ты ресурс ни был, хоть ты миллиард рублей расходуешь, другого, может, сто рублей, но он с такой искренностью это израсходует, а ты миллиард как-то там... Да, да, да. Он, может быть, последние деньги на это окрадывает. Он, ванглогу, больше получен, потому что критерий оценки Всевышнего, еще раз, это уровень стремления. Да. И это, например, нох, алейсалям, который жил 950 лет и не останавливался практически каждые 100 лет принимает религию 1-2 человека. Но он продолжал. Да, и если смотреть динамику, это практически нулевая динамика, но он продолжал. То есть это же, ну, пример для нас задуматься. Да. Это вот, когда вот есть миссия, это очень сильно мотивирует, и именно это драйвит очень сильно, ну, быть эффективными, результативными, двигаться, несмотря ни на что. И любая проблема, она для тебя как топка. Да. Вы знаете, одна из самых важных вещей, ценных вещей, ребята, я очень много изучаю свершение книги, Коране и так далее. Там есть много примеров, очень реальные примеры, ранее Библии и Торо, и там есть конкретные примеры, любую ситуацию жизни человека. Вот сейчас я взял одну из его примеров, это жизнь пророка Ноя, Ноя, да, мы про Город говорим, на Библии Ноя говорила его и так далее. И это один из ярких примеров, то есть получается, там все примеры есть, все примеры, абсолютно все примеры. На любой ситуации жизни человека один пример там есть. Если, например, ты попал на такую ситуацию, в которой ты читаешь, что вообще нет выхода, посмотри историю, скажем, пророка, если тебе предали твои друзей и так далее, пророка Юсуфа посмотри, или там безысходного Юниуса посмотри, или ты заболел сильно Аюба посмотри. Каждый из них пример есть. Если тебе притесняет, тебе сложно, посмотри Моисея, посмотри того, если ты не можешь найти себе дорогу, смотри, 40 лет он ходил по кругу, а представляешь, 40 лет он ходил по кругу, а радиус 25 километров, представляешь, это, оказывается, проверили, всего 25 километров, но 40 лет они ходили. Это означает, что когда Аллах тебе не показывает путь, ты будешь, какой бы умным ни был, ты будешь заблудивший и будешь мучиться. Представь, 25 километров, 40 лет. По кругу ходить. И много людей так и делают. В жизни очень много людей так и делают. Очень много людей. Почему? Потому что они все-таки с молитвом ты сильнее, когда упиваешься, все вижу, ты сильнее. Вау. Очень хорошая атмосфера. Здесь двухэтажная получается кафе, да? Да, да, да. Где-то в этом какой-то открыл? Да, вот только недавно открыл. Мы можем с тобой сказать? Месяца практически нет. Месяца нету даже, да? Да, практически месяца нет. Все, получается, что первый месяц? Да, да, да. Скажи мне, пожалуйста, как ты думаешь, это можем сказать, что это уже результат учебы? Однозначно. Однозначно? Хорошо. Я бы хотел у тебя спросить несколько важных вещей. Сколько человек в месяц посвящает всех твоих кафе? Ну, именно этот критерий не замерил людей, но могу сказать по чекам примерно, да, и средний чек, сколько людей. Количество чеков где-то около трех тысяч, наверное, в день. В день? Да. Около трех тысяч. Это не плохо. Это не плохо. Это хорошо. И если говорить в людях, примерно в основном у нас компаниями походит, да, в среднем это три человека, два-три человека. У тебя семейный кафе? Или вот в каком формате? В основном family, да. В основном family, семейный кафе, да, вот в смене еда, чистые люди приходят в семье. Компания мужчин, так скажем, да, трое мужчин в среднем и больше. И семейный. Это основные, ядро целевого аудитории. Ядро. О, шо, отлично. Очень хорошо. Расскажи, какие ошибки ты столкнулся в твоем бизнесе, потому что люди, которые слышат нас, они хотят ценностей. Мы должны какой-то там давать им ошибки, которые они не допускали бы, желательно. Вот в твоем сфере. В сфере именно общепить и так далее. Какие ошибки ты столкнулся? Ну, знаете, это, наверное, ошибка с одной стороны, да, и с другой стороны это как и плюс в итоге получился в компании, да. Мы в тот момент развивались, когда, получается, рынок не такой насыщенный был, да, мы одни из первых были. И постепенно мы меню расширяли, то есть разновидность блюд мы расширяли. То есть японскую кухню добавили, там шашлыки добавили, шаурму добавили, дагестанская, европейская, первое, второе. То есть все-все-все добавляли. То есть в кухне было все, да? Да, да, да. Швейц к столу. На сегодняшний день тоже так. Это, конечно же, усложнило, получается, масштабирование. То есть один проект получается практически около 500 тысяч долларов, чтобы открыть, да. То есть это срок большой, инвестиции большие, количество людей огромное. То есть намного сложнее помещения найти и так далее, и так далее. Да, инвестиции найти. И потом сегментации рынка тоже нету. Солевая аудитория смешанная и разнообразная. Но так получается, работая со временем, с опытом, мы поняли, что это в итоге стала нашей сильной стороной. Почему? Потому что порог входа высокий. Да, да. То есть конкурентов меньше. Да, конкурентов меньше. И кто попал без опыта, без большого запаса финансов, он практически сюда не зайдет. И так оно и есть. Да, да. Так оно и есть. Из-за этого мы как бы номер один в этом формате. И сейчас активно. Вы это, может быть, неосознанно в тот момент, когда это делали, но это же очень тяжело ориентироваться, потому что силовая аудитория разная. Кто-то любит суши, кто-то любит там дагастанскую еду, кто-то там. То есть у нас как бы формат такой ресторан доступных цен, так скажем, да. Как бы мы стараемся взять такой выше среднего современный дизайн, как бы уютно-атмосферный. Не такой ВИП, да, но в то же время доступные цены. И прагматичное меню, понятное, да, не кеда, пан-азиатская, еще что-то, а понятное как бы меню, в котором можно каждый день есть. То есть именно на обороте еда, а не то, что вот такое, типа, бывает такая еда, которая там, один раз попробовал, ну ладно, ладно, ради этого. Попробовал, ознакомился, а на твое кухне, у вас кухня, меню именно на ежедневный. Можем сказать, что один из точка роста вообще ресторанного бизнеса это меню? Думаю, что да. Меню, один из за. Ключевой. Думаю, да. Вот данное меню, как мы сказали, прагматично, который на каждый день, она увеличивает цикл жизни. Да. То есть, когда какая-то необычная блюдо, да, людям это надоедает, это что-то такое интересное, хочется попробовать. А здесь у нас есть клиенты, они могут в день три раза даже пройти. Даже есть клиенты, которые могут и утром кушать, и обедом, и вечером. Да, да, да. Это супер, ребята. Знаешь, однажды, когда я, когда был на консультацию у Ричарда Брэнсона, мы общались, и рядом со мной сидел парень. Он тоже был на консультации, он был армянин. Он был армянин, это было в Киеве, мы сидим и общаемся, и у него было 15-17 ресторанов. Мы когда общались, я у него потом спросил одну очень важную вещь, я сказал, расскажи, пожалуйста, я хотел Астане открыть ресторан, я сказал, послушай, вот хочу открыть ресторан, у тебя 15 ресторанов, дай я дам какой-то совет. И у него был совет такой, так построить свой ресторан, чтобы, если сегодня кто у тебя кушает, завтра его дети, потом его внуки, его правнуки кушали у тебя. И, знаешь, это был крутой совет, я очень хорошо задумался об этом. Поэтому у тебя, это классно, если твой клиент утром могут кушать у тебя, обед могут кушать у тебя. Вот так и получилось, тот совет, который вам дали, у нас так и получилось, так оно и есть сегодня. Он сам кушает, его жена приходит здесь кушать, его дети приходят кушать, его семья начинает любить, и он свои компания друзей привозит сюда и вместе кушает. Вот это основной скрет успеха, ребята. Люди рекомендуют, люди возят свои знакомые, друзья, только в том случае, если они убедились, что это хорошо, если они убедились, что это вкусно, это то, что надо, это с чем можно поработать. Да, и вот основной, как бы, наш ключевой фактор успеха, так скажем, добавить туда, это цена-качество. Мы проводим каждые полгода опрос на узнаваемость, как бы, да, ключевой показатель эффективности, который заменяем, замеряем, да, и вот наши клиенты заметили, что не именно из-за цены приходит, не из-за качества, хотя у нас цены, как бы, недорогие, доступные, и качество хорошее блюдо. Именно цена и качество, то есть совместно. Цена и качество должно совпадать. Всегда качество должно быть чуть выше цена, когда ценность больше, чем цена, люди с радостью плотят и участвуют и так далее. Очень приятно, я думаю, что, дорогие друзья, поставьте в комментариях, напишите свое мнение по поводу того, то, что узнаете, ценности, которые вы получаете и так далее, и еще задавайте свои вопросы. В других моих беседах с моими учениками я обязательно отвечу. Это было кафе Павлёня в Дагестане. Мы сейчас с тобой упакуем этот ресторанный бизнес как франшиза, так? Мы сейчас в дальний момент... Как раз это процесс сейчас. Да, в дальний момент идет упаковка этого франшизы и так далее. Я думаю, что, когда это ресторанный полностью закончим упаковку, возможно, вы тоже захотите в своем городе открыть аналогичный бизнес без проблем. Вы можете обращаться к нам, и мы обязательно поможем вам связаться с Юсуфом, с его командой. Здесь очень хорошая команда. И вы можете провести его франшизу в своем городе, развивать. Я думаю, что в течение 2-3 месяца он будет точно готов к полностью франшизе, и вы можете его использовать. Максимум до конца года она уже готова будет, и еще можно будет уже развивать и так далее. Если вам нравится в этой сфере развиваться, в этой сфере, потому что на самом деле это хорошая кухня. Я знаю, что огромное количество наших знакомых ходят к тебе, наши знакомые, наши слушатели ходят к тебе, они кушают здесь. Я побывал здесь, я покушал, кухня замечательная. Молодец. Теперь пойдем к тебе. Я сам люблю очень. Да? Сейчас пойдем в фабрист. Фабрист это уже кофей. Вот получается, что год назад ты начал к кофейне. Да. Вот прошло как, да? Фабрист, год назад. Первый кофейн, а сейчас сколько кофейне? Да, фабрист. Сейчас уже 5 кофейн, 5 точек. Сейчас уже 5 кофейн, которые уже работают. Когда я был здесь, один работал, второй был в ремонте. Да, да, да. Да, помнишь? Да, да, да. Вот это первый, который сейчас вот в фабристе, я был здесь. Да, только его открыли. Да, 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 да. Я был здесь, только-только момент открытия было и так далее. А потом, тот, который на Каспии, был только ремонт. Да, да, да. Ты вспомнишь, что там... Каспийский в другом городе. Каспийский там, который... Только ремонт был, и ты еще не запустил его. Да, да, да. Потом ты его запустил. Хорошо. Расскажи... немножко про вот фабриста немножко почему ты пришел к такому выводу как чтобы открыть кофейный так далее помню что тот момент это только было начало мы с тобой даже слили попробуй меню это вы рассказывала мои ощущения мои видения я заказал несколько даже кухни попробовал что лакушом а теперь в день помнишь место вы обсудили обменю и так далее потом обсудили метрики что внедрять что там кого и так далее тогда расскажи почему что стала причина что те открыла вот это фабриста на самом деле но кофейня и кафе это как бы в целом общепитие себя это общепит да вот это в кафе давно уже до кафе чуть сложнее там и меню больше кухня больше и так далее до кадры тяжело на хорошее качество если говорить как бы про кофейню это намного проще тут базировали кафе не легче да ну если горит основные критерии здесь допустим квадратура меньше бюджет меньше срок открытия меньше рентабельность выше управлять легче и нету ни в одной стране мира тренда что динамика идет вниз потребляем из кофе во все страны во всем мире только рост идет по сей день каждый год везде идет только рост то есть люди уже это стало новая культура до досла как это новая культура и люди начали больше потреблять и понимаю эти критерии да это первое да ну и наверное основное так как я строю мировую компанию и хочется именно международный бренд завод который будет по всему миру и более смотря изучая как бы рынок какие бренды какие направления вышли намного легче сегодня с кофейни выйти куда в мир открывать его потому что многие хотят его открыть как я сказал инвестиции срок окупаемости помещение найти так далее намного проще и многие хотят франшизу да вот уже год у нас мы сейчас пять точек открыли вот из них практически три-четыре это инвестиционные с партнерами открыт да 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 вот и очень много людей интересуются франшизу да мы сейчас все процессы обтачиваем вот и начала этот год планируем ее закончить упаковать следующий год уже планируем еще продавать и вы начали дорогие друзья когда если начали учиться в данном и начали обдумать по упаковка франшиза или фабриста и так далее чтобы определить такой актуальным меню сделать такой чтобы он был легко окупаемый и так далее и сделать его хорошую франшизу для масштабирования так далее у меня с опыт в 3 упаковка франшиза который свои собственные бизнеса а где-то еще десятка других франшизы которые для учеников делали мы масштабировали наши франшизы алхамдулла за первый бренд которая франшиза сделал мах масштабировали наших парфюмерный бизнес мы из-за лет 459 магазин за три года продал свою долю вторыми бренд сейчас мы 243 магазин сделали за два года 243 мая за два года алхамдулла очень хорошо идет мы это развиваемся расширяемся двигаемся и так далее но франшиза он должен быть работе рабочий франшиза он должен быть актуальны и у меня так что мы то что упакуем друзья сейчас бизнес фабриста именно картери у юсупа она становится один из читаю что я читаю что один из лучших будут франшиза наш цель сделать что-то глобальной компании чтобы она вышла за пределы россии за пределы снг и за границей могло работать тогда на этими сейчас мы работаем думаю что это тоже до конца года все будут закончено полностью оцифрованные легче будут уже продвигать и так далее чтобы продвижение были хорошие и легче и так далее вот пока данный момент это 5 в самом территории это да тут первая . получается которому я помню я был здесь когда металл к открылию или здесь и только-только она начала работать я помню наверное я был из первые может быть не десятку но первые двадцатка первых клиентов это точно первые двадцатка клиентов которые пришли сюда я точно это я помню что вот такое мы так и начинали и так далее вот я хотел чтобы еще кое-что немножко несколько вещей спросить тебе расскажи пожалуйста основном по твоему вот это фабриста для какой целого аудитория он потому что кто нас лечит возможно среди наших слушателей кто-то захочет быть твое партнером провести твою франшизу потому что франшиза намного выгоднее дорогие друзья чем чем из нуля начинать тем более когда ты не понимаешь когда ты не занимался этим когда ты другой сфере может быть делать бизнес или когда у тебя вообще не был бизнес хочешь мне свой бизнес франшиза намного выгоднее потому что на проверенный модель в основном это конечно же 80 процентов это женская аудитория то есть девушки вот и девушки именно современные те которые сегодня как бы ведут здоровый образ жизни как-то сверху как бы instagram ведут все эти ведут такие современные как бы девушки которые хотят почувствовать атмосферу может быть посты выложить и так далее да тоже больше такая аудитория именно женская аудитория 80 процентов ну и конечно же это ядро как бы да есть и другая слива аудитория да и в основном на вынос тоже у нас работать собой как бы так его и забирают да вот если сказать где-то на 30-40 процентов это и take away собой да то есть мы стараемся где получается всегда делать окошко это получается основной уход зал а с другой стороны есть окошко люди проходящие до могут собой тоже забрать то забрали метод поток тоже да это очень важно очень хорошо очень хорошо еще хотел бы тебе спросить два очень очень необычные вещи скажи мне пожалуйста вот что тебе дало само вот вот хочу чтобы немножко ты рассказывал от школе потому что группа большая и ты участвовал я помню что ты участвовал на систематизации бизнеса я бы хотел что ты немножко об этом попробую раскрыть об этом что тебе дало именно систематизация бизнеса оттуда ты что-то внедрил ускорял процесс твои бизнес и так далее вот но однозначно много чего дало если говорить более конкретно что мне сама дает в целом как бы компания сама именно работа с вами как с наставником до основном это уверенность почему уверенность потому что когда мы целимся всегда мы целимся туда где нам не изведана как бы дорога да вы как прошедший уже этот путь достигли намного выше для вас это как бы зона безопасности вы знаете уже как это сделать вы уже прошли это не очень ошибка до меньшими ошибками то есть как бы дает уверенность если говорить именно еще больше сама почему именно сама это люди сильный круг как бы именно с духовными как бы ценностями да с принципами да это немаловажно да то есть это сильно как бы мотивирует и как заряда в том языке если тебя воспринимает общество как бы сообщества и хочется с ними делиться им помогать потому что в основном все осознанные бизнесмены не просто ради заработать деньги как бы в основном с миссии как бы ребята да и сбросишься с нашими много и они помогают как бы да и ты им помогаешь то есть как бы вот это сильное окружение как бы с правильными ценностями именно поэтому сама много из разных как бы сообществ но нет таких ценностей а вот сама именно вообще по-другому а что для тебе сама я это вопрос многом нашим индивидуальщиком сдаем если ты видели это вы как это записи можно сказать конечно же это как третье место или как второй дом понимаете бывает как бы семья это первое до второе это как бы работа третье как бы бывает как третий где-то наполняешься как бы да да это такое место который тебе ты придешь и типа явно к тебе на одежду есть ты как наполняешься как можно сказать как дом до маша это очень хорошо на самом деле так и есть потому что ребята не сами все наши ребята не такого уровня такого уровня который у каждого из них есть что отдавать тебе и общаясь с ними ты растешь дорогие друзья поэтому в нашем кругу и быстрее растет наш круг сам по себе он такой даже круг это сильности хорошие ребята хорошие ребята которые развиваются ребята которые борются ребята который создает и самое главное это ребята которые в будущем еще еще круче растут 5 10 лет представь какие возможности это очень важно как бы да ты находишься в кругу целеустремленных людей и как бы сам того не понимает и бежишь очень высокой скоростью как бы смотря на них где-то ты на них пример да они для тебя пример да как говорится в хадисе да брат мусульманин как бы зеркало брат брату да то есть когда ты смотришь на них берешь хорошее как надо уже каких результатов достигли как они успевают и далее где-то стараешься тоже быть для них примером да чтобы они с тебя тоже брали пример да и вот эта атмосфера потом со стороны смотришь вау как круто то есть как бы очень сильно мотивирует заряжает это немаловажно расскажи если пожалуйста по каким принципам ты создаешь команду вот у тебя сейчас больше 500 сотрудников в разных направлений и так далее ахам-де-лах еще больше это очень хорошо да еще будут расти и так далее и сказал что есть одной сильной вещей который ты внедрили в компанию себе это уже командная работа я вижу сейчас например год назад уровень командной работы какой бы и сейчас и сказал вот это кафе который павлен я сейчас она эта команда уже справился сами сделали полностью без моего часа да и ты даже не участвовал на переговорах так далее удалось создать хороший а вот расскажи пожалуйста вот по какому принципу ты создать команду вообще это для меня самое главное чему вы учили как бы да важно команду собирать не вокруг себя я могу быть лидером мотивировать их и так далее так далее показывать им пример да но важно собирать их вокруг миссии если мы хотим компанию строить в долгую то есть дальновидно строить я лично строю компанию наше видение более тысячи лет чтобы она существовала чтобы она работала когда нас не станет на этой земле то есть и не бизнес занимает строчке и строишь историю и строжки оставишь наследие наследие оставить самые важные вещи как говорится если ты планируешь на год сажая растение если планируешь на 10 лет сажая деревья если планируешь на столе воспитывай людей вот я пытаюсь именно команду собрать самый основной критерий считаем моей задачей моим ключевым показателем вообще эффективности как руководителя основателя это именно команду собрать вокруг миссии правильных которые заряжены мотивируем именно вокруг миссии правильных людей с правильными ценностями да это очень важно если это не сделать то следующее поколение намного сложнее будет именно таким это самое важное это основной критерии я думаю на сегодняшний день альхамдулля это удалось вот на год наши с тобой учебы и так далее твоя команда насколько процент она стала более эффективнее из более самостоятельно и так далее сколько процентов пониманием она улучшилась я могу сказать уверенно это минимум 500 процентов пятами 500 процентов 5 раз подтянуты они тонусы однозначно вырос однозначно внедрение вот как я сказал раньше именно не делегировать задача делегировать цель и каждый раз училась ассоциализации бизнеса индивидуальное обучение и тебе не древо я два-три раза с твоей команды провел встречи это все далось в течение течение года накопительные эффекта однозначно потихонечку команда выросла на 500 раз знаешь вот я сильно в два человека эта модель из наших индивидуальных крючков два человека я тестировала в тебе и барома помнишь я рассказывал ребята каждый раз когда методика что-то внедряю что-то разработал я его тестирую тестирую я вот тестировать с тобой с этим видишь какой крутой результат я три раза вставитель тебе стоит твоей команды ли три или максимум три или четыре раза твоей команды встретили и всего командам тоже 3-4 раза но это давал бомба результат этого крутой результат я читаю это очень круто алхамдулла очень хорошо вот ребята посмотрите если только что говорит это 500 процентов это усиление профессиональный рост команды что команда уже во многом уже могут сам справляться так далее ты можешь сказать что ты сейчас бизнесмен и бизнес каком-то мере уже не на твои плечи у бизнес уже система двинули команда работать без тебя однозначно однозначно могу сказать как мы сказали вот пятый объект я вообще не включался полностью сами нашли локацию в центре города и на лучших условиях договорились за короткие сроки запустились и она уже 1 месяц уже прибыль ты и вечера тем не сказать что даже они лучшие условия добились и так сказал вот и более того следующий проект который я лишь ресурсом им помог инвестициями полностью и локацию все сами я там тоже вообще не включен процесс она вот сейчас этот месяц месяца и шала до следующих лет еще до а ведь это это уже другого и инвестиции сами на полношу сам там только я инвестициях вопрос помог все остальное они сами еще другой проект у нас в у нас ки тоже другом городе открывается и начала тоже полностью ребята сами занимаются при начальном переговоры провел и сразу полностью вот я вообще не включу мощность операционку давай если мы фиксируем . . б когда ты начинал сколько у тебя был кафе и сейчас сколько что кафе у нас было 4 сейчас у нас ну практически можно сказать 6 и седьмая тоже на готове не говорят что мы еще переговоры это павлоне идет речь и павлоне было 4 сейчас 7 открывается до алхамдулла седьмой дании оба сад вас почти третий уже запускаем но смотрите кофейне у нас 55 точек да если сравнивали первые были это еще не только те его забыла это за год и даже не доделана новый бренок и вещи не доделана в момент когда пришло это новый бренд вот здесь пять точек мы открыли за год вот могли бы намного больше но пока как бы идет упаковка процессы сбор команды и так далее павлоне мы чуть дольше на рынке до команду давно формировали давно как бы усиливали ее и алхамдулла это дает уже результат дорогие друзья дорогие наши зрители слушатели ученики и многими не спрашивают как мне упаковать бизнес как масштабировая его сначала вы должны я часто говорю помнишь одну надо вам своими деньгами делать одну делить своими деньгами пройдите все упакуйте конечно это понятно что после изучения после маркетинга одну делить своими деньгами все полностью изучайте все а потом начинайте после того когда сделали начните найти именно что хорошо работает а что не работает уберите все лишние лишние движения лишний раз то что создали личный расход уберите все устраняйте все ненужные функции устраняйте все ненужные малоэффективные можно сказать действие мало маржинальные продукции услуг все уберите уберите оставьте что самое хорошее на что можно хорошо зарабатывать а потом это все стандартизируйте потом это все бизнес-процессы внедряете регламентируйте а потом максимально привлекайте деньги масштабируйте но это все надо вы должны делать поэтапно последовательно все проверяя потом масштабировать а если вы не упакуя не не убирая недостаток минусы не убирая вы будете масштабироваться вы масштабируете бардак всего бардак масштабируете и у вас будет море проблем это очень плохо и ником случае не питайтесь не упакованный бизнес продавать как франшиза это очень большая ошибка сейчас последнее время за какой ошибка вижу вижу такую ошибку что люди а ну логотип делает на логотипе 1 пара этих что-то не будет там не знаю либо пара продукт или что-то абсолютно ничего нет и говорят у нас франшиза мы продаем франшизу а люди покупают это а потом замучаются нету никакие сервис нету никакие сопровождение нету никакие упаковки нету никакой четкие понятия управление денег персоналом и риск сопровождение ничего нет а тут франшиза это на двадцать девять процентов должно быть готовый бизнес и самое важное прообретая франшиза вы должны прообретать не только бизнес а вы должны прообретать рынок рынок про бита то есть это раньше это должно быть более известная раньше это должно быть более знатная люди должны знать его когда вы прообретаете франшизу вы не только бизнес правы еще прообретать аудиторию готовы доверия давид доверия прообретать поэтому вот в этом плане он является франшиза поэтому люди понимают поэтому мой совет то что я рассказывал Если вдруг кто-то вам говорит, что вот, есть франшиза, купи, или что-то такое и так далее, вам надо очень хорошо понять, что не каждая франшиза правильно упакована. Это очень важно. Лучше бы, прежде чем купить франшизу, я не которым людям хочу давать такой совет, наймите консультанта, который понимает франшизу, платите ему за консультацию, пусть он проверит ту франшизу, которую вы покупаете. Тогда, когда эксперт покупает, или, по крайней мере, консультанта эксперт, он подскажет, вот это недостатка, вот это, вот это, вот это, вот это. И тогда вы поймете, тут реальную франшизу вам продают, или вам просто логотип продают. Вот сразу поймете. Пойдемте вовнутрь, попробуем, что-то нибудь там попробуем. Это, вот этот стиль, она пошла, да? Пошла вот эта савок, я имею в виду, она как-то белая, вот эта древянная. А этот стиль все-таки прошло, да? Садись. Он как-то пошел, да? Да, это вообще современный стиль. Вот здесь есть мировой бренд, арабика. Она вот в Дубае, в Японии, у них около 100 плюс точек. Похоже немного дизайн, как бы, да? Вот. И очень нравится сегодня, как бы, да? Ну, она, она современная, она трендовая. Сам стиль, он трендовый и так далее. Ну, а вот ты сейчас посмотрел, какой положительный, оказался, самим эффективным, самим более подходящим. Ну, вот, в принципе, вот в этой локации, это наша первая кофейня, здесь 54 квадрата. В принципе, она, ну, вполне достаточно. Идеально, как бы, заходится. 50-70 квадратов. Тоже хорошо зашла. Но там чуть больше про историю про встречи, где больше площади, получилось как бы зонирование чуть сделать более удобное, чтобы было удобно общаться, встречу провести, как бы, да? Здесь чуть-чуть как бы плотно получилось. Но тоже нормально для кофейни, это наоборот, где-то даже плюс в тесноте. То есть от 50 до, можно сказать, до 150, если расширить, да? Но это немного разный формат. Ее мы называем формат N, то, что побольше, формат L. То есть здесь 50-70 квадратов, тот формат где-то 80-120, 150. Чуть-чуть больше, да. Чуть-чуть больше квадратов. Насколько помню, ты сегодня говорила о купаемости бизнеса где-то. Сколько время займет, когда мы, как франшиза, если будем продать, сколько время займет? Ну, знаете, вот уже как год, получается, мы запустили, практически мы их уже купили. Да. Вот. Около года, да? Да, около года, можно сказать. Вообще, ну, очень хорошо проект себя показал, мы даже не ожидали, даже в два-три раза превзошло наше ожидание, да? Дорогие друзья, если вы будете действительно грамотно упаковать франшизу, грамотно подбирать меню, если вы будете хорошо создать команду, если вы будете очень попасть, правильно подобрать маркетинг. Большой роль играет маркетинг и очень хорошо сделать, можно сказать, чтобы вы продавали именно то, что нужно для потребителя, бизнес будет просветать, бизнес будет правильное организование бизнеса, он сразу пойдет. Около года окупаемость, это хорошо. Это отличный результат. Мы ожидали в среднем два года, но, альхамдуллах. Вот. Мы можем сказать, что фабрис, это уже результат учебы само? Можно сказать, однозначно. Однозначно. Именно в этом ты его начал поставлять и так далее, двинуться и так далее. Ты часто работаешь с партнером, разный уровень партнерств у тебя. Партнеры, которые совместно делаешь кафе, партнеры, которые кто-то как видит инвестор к тебе, кто-то как видит партнер к тебе и так далее. Вот скажи, пожалуйста, что из твоего опыта важно работать с партнерами? Потому что многие же будут, кто-то опыт имеет, кто-то хочет найти себе партнера, не могут. Знаете, как правильно заметили, партнер, каждый по-разному понимает, очень много разных есть партнеров. Те же самые постачков, кто-то называет партнерами, кто-то там команду, тот менеджмент называет партнерами и так далее. Кто-то инвесторов называет партнерами, кто-то называет полноценного. Да, есть, если сказать, партнеры-инвесторы, то есть они инвестируют и в операционку, в управление они как бы не влезают, так скажем, не мешают. Это мы в договоре тоже прописываем, это очень важно для нас, потому что управление должен быть один, в итоге будет бардак. Это как в машине, руль должен в руках одного, а если руку одного, педал другого, скорость другого не получится. И очень много желающих инвестировать, очень много желающих открыть, и мы всех не принимаем деньги, со всеми не работаем. Очень тщательный отбор, потому что непонимающие в этом в итоге все равно, где-то терпения нет, создают проблемы и съедают твою энергию. Давай фиксируем здесь, фиксируем, что ребята, смотрите, не надо сразу бежать, брать деньги у кого-то, кто если дает вам деньги. Если этот человек не подходит вам как партнер, ценности не подходят, этого не надо делать, не стоит, реально не стоит, потому что брат-то берешь, а потом это создает море проблем, и ты иногда даже, иногда ищешь, потом думаешь, как избавиться от него вообще-то. И иногда сожалеешь, что вообще с этим связался, потому что сам по себе деньги не решают проблемы. Вот, вы заметили этот скрет? Деньги бегают за хороший бизнес, а плохой бизнес бегает за деньгами. Если у человека плохой бизнес, он будет бегать за деньгами. Да, очень важно, чтобы у них был какой-то хотя бы небольшой бэкграунд, опыт, где-то они уже потеряли, где-то имели бизнес, то есть какое-то понимание, что было у них, да? То есть он понимал, что... Тогда с такими легче будет работать. В бизнесе иногда порой не все идеально пойдет. Да, и это, чтобы были не последние деньги, потому что кто-то последние деньги инвестирует, там, миллион рублей или два, и столько проблем, столько вопросов, и очень много съедает энергию. Да, хорошо сказал. Если это у них последние деньги, они потом при первой трудности начнут тебя дергать. Ты дай мне эти деньги, дай мне того, а вы эти деньги вложили в бизнес, они в стулах, мебелах, кирпичи или там что-то нибудь такое. А он начинает говорить, ой, я спешил, я не знал, я не подумал, и так далее. Ну, альхамдуля, сейчас, я не боюсь, безусловно, 100% инвесторов, все довольны, цифры хорошие, все, ответственно, как бы команда работает, ответственно относимся за стабильные отчеты, стабильное выделение дивидендов, все, как бы все довольны. И очень тщательно выбираем, и в первую очередь стараемся, когда новые проекты бывают, тем же существующим инвесторам предлагать проекты новые. Отлично. Очень хорошо. Очень хорошо. Это очень-очень хорошо. Еще можно добавить, про партнеры, это первые инвесторы, к которым мы работаем, их немало. Вторую очередь, это партнеры в компании уже. Как инвестиции в компанию, партнеров я не привлекаю, необходимости денег нет в компании, ресурсов хватает, очень много желающих. Именно партнеры команды, то есть сегодня именно топ-менеджмент, те ребята, которые заслуживают давно в компании, лояльны, которые вокруг миссии, именно их я сегодня сделал партнерами. То есть это то, что мы на индивидуальное обучение обсуждаем, говорим, его внедрили в свою компанию, то есть те ключевые сотрудники, которые с тобой готовы долго пойти, и потихонечку их превращают в себе партнерами. Вот как раз недавно этот процесс. Молодец. Обучаемый человек, он очень обучаемый человек. Эй, ребята, помнишь, я всегда ничего говорю, ребята, надо создать условия, многие мне задают этот вопрос, как мне быть, мой сотрудник, хороший, качественный. Нет, хорошие кадры уходят, научиться уходят и так далее. Но если тебе создать хорошую возможность, он же не будет уйти. Да, однозначно. Надо создать возможность, чтобы уйти от вас, это выглядело глупо. Зачем уйти? Люди работают с вами, пока им выгодно. Вы должны понимать. И вы тоже делите то, что вам выгодно. Это природа человека, поэтому создать условия, чтобы от вас уходить, это было невыгодно. А с вами оставаться было очень выгодно. Тогда люди останутся с вами и на постоянном основе останутся. Сегодня хотел еще добавить в этой связи про партнеров. Многие люди мне отговаривали, не понимали, зачем это. Ты сам же один поднял, ты же основатель, ты же сам можешь развивать. Ну, зачем тебе делиться, как бы, да? Ну, непонимание у людей. Хотел объяснить такой момент, если ты реально, не на словах, а реально веришь и хочешь создать большую компанию, мировую компанию, да? То нужно уметь делиться. Да. Если ты не умеешь делиться, то ты не получишься ни команду собрать, ни компанию. Это невозможно. Надо уметь делиться. Самому одному просто невозможно это все вести. Это очень выгодно, потому что они зарабатывают, ты зарабатываешь автоматически. Они же не у тебя берут, они берут стринг. И ты даешь возможность им, и они же помогают тебе вместе строить. Это хорошая идея, но это то, что мы говорим с тобой, для высшего разума. Вообще, партнерство – это для высшего разума. Партнерство – это не для людей, которые жадные. Это не для людей, которые ограниченно думают. Партнерство – это для высшего разума. Это для людей, которые с сознанием высокого уровня. Партнерство – это для этого, не для простых людей. Такая команда, я очень долго в них вкладывал, очень много их выращивал, именно выращивал эту команду, они действительно заслуживают этого уровня, профессионалы своего дела, и намного лучше знают каждое в своем направлении, как это делать. Очень хорошо. Разбираются в этом. То есть здесь важно не просто кого попало, а именно того, кто заслуживает, тот, кто уже проработал с тобой определенное время. Мы можем сказать, что команда фундамент. Да, однозначно, однозначно. Дорогие друзья, сейчас на данный момент рынок такой, что вы играете против нескольких команд, вы играете не сам один, против еще нескольких команд играть с вами. Правильно же? Несколько команд играть. Получается, что если вы один пытаетесь играть против нескольких компаний, вы проиграете. Поэтому здесь большое значение имеет командный бизнес. Насколько у вас команда сильная. Научитесь создать команду. А теперь, как ты думаешь, может ли слабый лидер сделать сильнее команда? Или это нереально? Нет, конечно. Нереально. Я тоже так думаю. Потому что много раз мы говорим, что хозяин бизнеса главный тормоз бизнеса, хозяин бизнеса главный двигатель. От хозяина бизнеса зависит все. Его вовлеченность, его дальновидность, его стратегическое мышление. Все много чего от него зависит. Вот так. Однозначно, ты пример для них как лидеров во всем. Но это же и важно как раз таки. Одно из ключевых, как мы сказали ранее, как пророк Мухаммас Салют-Сален, основное, что он делал, он выращивал лидеров. Каждому говорил, ты в этом силен, ты этим будешь заниматься, ты это будешь заниматься. Да. Да. И не знаю, как-то с помощью Всевышнего я это как-то осознал давно и начал этим заниматься. А если просто сравнить, допустим, вот кафе-сеть, да, буквально там даже года три назад, да, какая команда у нас была и когда было две точки, да, и у конкурента была какая команда. Где-то там расход, наверное, если в рублях говорить, на миллион рублей у нас больше, то есть вся команда присутствовала, то есть я их готовил на масштабирование, на большой как бы рост, а у них как бы не было, да. Сегодня мы на рынке номер один, а у них столько же точек осталось, да. Они на том же уровне, как вы, потому что надо людей выращивать. И то уже устал, уже как бы, да, хочет продать бизнес и уже. Это же так же, когда бизнес только на него, вот представь на минуту, ты поднимал этот груз, открыт бизнес, это поднимает этот груз. Но какой-то бы ты сильный не был, один человек, когда-нибудь устаешь, это долго держать, таскать невозможно. То есть вот этот ресурс, время, деньги, которые вкладывал в команду, по сути, хоть казалось бы, что они не нужны. Убери их, бизнес будет работать и ежемесячно на миллион рублей я бы больше зарабатывал чистыми в карманах. Но нет, я это понимал и сегодня, аль-хамдуля, это дает свои плоды, как мы сказали уже. Они сами запускают проекты, они участвуют. Машаллах, вот это бизнес, вот это бизнес, когда система работает без тебя. Маховик как бы закрутился. Да, она маховики друг друга усиливает, система работает без тебя, она способна масштабироваться и она способна генерировать большие деньги. Вот это показатель, что у тебя есть бизнес. Это очень-очень хороший показатель. Это твой офис, да? Да, это наш офис. Это самая управляющая команда здесь сидит, в каждом ресторане, в каждом кафе. Да, это главный офис. Это главный офис, где управляющая команда сидит. Расскажи, кто здесь сидит, где здесь кто сидит? Здесь получается у нас главный юрист, юридический отдел. Здесь у нас больше маркетологи, дизайнеры, как бы отдел маркетинга, ну и команда юриста тоже. А в этой части у нас как бы бухгалтерия, финансовый отдел, так скажем. Ага. Здесь внутри в этом, это какая-то кабинет, да? Да. Здесь главный бухгалтер и финансовый директор, это получишь их отдельно. Здесь главный бухгалтер у нас, и тут твой кабинет, да? Да, здесь наш кабинет. Здесь не вся управляющая компания, здесь как бы основная часть. У нас есть еще большой офис. Ты доволен своей учебой у нас? Альхамдуллах, конечно. Вот скажи точка А, точка А, точка Б. Вот, какой цифра, если сказать, сколько процента у тебя роста? Хороший вопрос. Если сказать, ну, и валовый оборот, и чистая прибыль. Вот мы подсчитывали, где-то на 100% выросло. Два раза? Да. Два раза. То есть была N сумма, сейчас два раза стало больше. Это отличный результат, альхамдуллах. Учитывая то, что у нас был огромный большой оборот уже в компании. За год такой скачок произошел, альхамдуллах. То есть за год то, что ты 4-5 лет в одну сторону, и за год точно такой же получается результат. 100% рост. Алхамдуллах, это очень хороший. Превысило намного. Я сам не ожидал, что настолько мы вырастим. Алхамдуллах, то есть потенциал. Возможности. Хотя ты в этом году еще пережил пожар. Да. Какое-то время у тебя был павлоне, один из кафе закрыто. Сколько? Ну месяц как минимум был ремонт и так далее. Да. Там кто-то там, я так понял, что у тебя в этом доме что-то произошло, поэтому, да? Да, да. Точка-а, точка-бе, 100% рост. Да. Это очень хорошо, два раза развитие, это очень хорошо. А расскажи, пожалуйста, ты был в Узбекистане, ты был в Казахстане, ты был в несколько наших групп индивидуальщиков и так далее. Скажи, пожалуйста, это что-то дало тебе по твоим развитиям, опытам и так далее? Понимание пришло более конкретно, да? Так, желание было сразу же открыться везде, в других странах и тем более желающих много инвестировать, давай откроем и по сей день, которые, ну ребята хотят, с кем мы учимся, индивидуальщики открыть. Но изучая рынок, анализируя, поняли, что наш рынок огромный здесь в Дагестане, да, и пока здесь, как вы обучаете, да, на последнем обучении это объясняли, не стали номер один, не стоит, потому что очень много времени, ресурсов теряешь, как бы, энергия. Когда расстояние, да. Да, расфокус уже происходит. Да, пока в своем рынке не стал лидером, не надо масштабироваться, потому что иначе масштабирование приведет к расплении. Да, то есть, когда я был, ну, два-три месяца я находился там, тут в Ташкенте был, в Астане был, в Алмате был, даже в Душамбе был, в многих городах был, в Туркестане был, недавно приехали, там, Фрухат наш брат, да, тоже индивидуальщиков, он встретился с командой, полетели, в Англии был, к Азану, Азану ехали, Азан Джон Фрэш, то есть, огромное, как бы, такое желание, как бы, соблазн был открыться, потому что все готовы, и партнеры хорошие, да, и ценности. Да, все готовы инвестировать, да, инвестировать готовы, все хотят, видят, как бы, и совпадаем, да, по ценностям, да, но изучив это все, поняли, что не стоит, за это сфокусировать сейчас на своем рынке, здесь будем... Больше стат лидером в своем рынке, а потом выйти, потому что туда-сюда бегая, оттуда этот рынок ты создал, люди уже привыкают на это, продукции привыкают на это, а потом конкурент видит, что здесь пустота появляется, они начнут заходить... А здесь намного легче, почему, потому что та же самая управляющая компания, контроль и все такое, то есть, узнаваемость, то есть, окупаемость, все быстрее, все процессы поставлены. А в другой стороне все равно это немножко время и так далее, когда здесь есть рынок, вот это мы поняли, аль-хамдуляй, я очень доволен. Это очень важно, очень важно это вовремя понимать. Как раз таки это благодаря команде, потому что я по своему характеру, давай, давай, быстрее, все. А вот команда изучила конкретно... Ты ездила с командой, показателями, стандартами... Да, 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 полностью изучили весь рынок, все, там целый конкретный отчет есть, и это они мне как-то приземлили, так скажем, да, дополняем друг друга на этом плане. Правильно. Команда это тот, который помогает создать бизнес, помогает решать проблему, а не создать проблему, вот это очень важный момент. И я очень благодарен именно этому команде, как бы, да, то, что они есть, то, что они профессионалы, и у меня не та команда, которая меня что-то, ну, как исполнители, да, сказал, сделал, я стараюсь, ну, всегда слушаться их, слушать их мнения. Вместе работы? Да, да, совместно работать. И вот они как бы... Снергия, снергия работ. Да, 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 и вот очень сильно мотивирует их, и меня, и... Да, да, это снергия. Когда люди чувствуют свою значимость, они чувствуют, что вы в тенденции гармонии работаете, понимаете друг друга, слушаете друг друга, вот это самое главное. Расскажи, пожалуйста, модель управления у тебя, то, что сейчас ты сказал, это более демократический подход управления, не диктатура. Не, не, в коем случае, это недавно видно по мне. Да, 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 вот демократический подход, чтобы люди могли выговаривать свои мнения, люди говорили и так далее, и они могли открыто сказать, если где-то ты ошибешься, чтобы они остановили тебя до ошибки. Вот это самый важный момент, открыто могли сказать и не боялись, выражали свои мысли и так далее. Это очень важный момент. Аль-Хамбулля, я ранее, когда более плотно был погружен в операционку, операционное управление, так скажем, и еженедельное собрание у нас, я там тоже постоянно напоминал ребятам, основной критерий, который поможет нам построить мировую компанию, это открытость. Я чувствовал, видел, все равно ребятам как-то неудобно мне, что-то сказать и так далее, но я это понимал и даже презентовал книгу из «Пять пороков команды», это очень сильно как бы сплачивает команду, там очень сильно говорится про открытость и так далее. На самом деле невозможно без открытости. Все мировую компанию, все лидеры об этом, как бы говорят, все крупные компании и та же самая книга «От хорошего к великому», очень рекомендую всем его прочитать. И вот Аль-Хамбулля, я смотрю со временем, очень команда открытая стала. Ребята, со временем учатся. Человек же нужно время, чтобы он вырос. Да я им прямо говорю, ребят, мне не нужны исполнители, не надо все, что я скажу делать. Есть у вас мнение, не стесняйтесь говорить, объясните почему нет. И защищайте свое мнение. Если ты профессионал, ты должен уметь защитить свое мнение. Это и меня делают сильнее. Это их делают сильнее, это нас объединяет, это основа, наверное. Ты слышал, когда рассказывали, как я уволил этого парня, когда я слышал это? У нас был такой случай, я приехал к Худжану, а у меня в голове стоит цены Алма-Ата, цены Бишкеки, цены, я же не знаю города цены. И я выкупил недвижимость, недвижимость покупал. Помню, я его купил за 320 тысяч долларов. Я его выкупил, ну они участки были, двухэтажные здания были и так далее, выкупили его. Но у меня в голове цены там другое. А потом, когда через год где-то полтора парень, который со мной работал уже давно и знает меня давно, и вдруг у меня говорит, настальник, вы купили этот актив дорого. Я смотрю, говорю, повтори еще раз. И он говорит, вы купили этот актив дорого. Я говорю, по-твоему, сколько я его дорого купил? Он говорит, где-то от 70, возможно, но красная цена этого актива была бы, он говорит, ну вот так, вы его за 320 брали, красная его цена была бы 200, 220. Вы где-то 100 тысяч больше купили? Я говорю, 100 тысяч долларов? Он говорит, да. Я ему спрашиваю, а ты знал, что я дорого покупаю его в дальний момент, а на того не стоит и так далее? И ты знал цены на рынок приблизительно? Он говорит, да. А почему меня не остановил? Он говорит, ну вы наставник, вы руководитель, вы руку давали, я не хотел, чтобы вы не думали, что ты умничаешь, что это мое решение и так далее. Мне было, говорю, очень удобно вас остановить. Я говорю, подожди, подожди, я что-то не понял. Ты рядом со мной? Ты видел, что я ошибаюсь? Ты меня не остановил? Вот это ошибка? Я его уволил. Я тут же день его уволил. Я сказал, мне нужны люди, которые мне помогают, не тарят мои деньги. Мне нужны люди, которые помогают сохранить мои деньги. Зачем мне нужна команда? Зачем мне нужно такое уважение? На 100 тысяч долларов. Зачем? Это же ты мне слабеешь. Команда нужна, которая тебе делят сильнее, а не делят тебе слабее. Это стало для меня очень важным примером. Дорогие друзья, наши слушатели, запомните, пожалуйста, если у вас команда не делят вас сильнее, а делят вас слабее, эти люди вам не нужны. Команда это люди, которые если вам проблему создает, устраните их. Если в команде видите человека, который проблему создает, вы должны его устранять. Это не командный игрок. Очень важно, что человек будет командным игроком. Это необходимый момент. Очень-очень важный момент. Поэтому вы должны принцип открытости внедрить. Это культура. Это культура, которая в команде должна формироваться. Скажи, пожалуйста, вот сейчас на рынке очень много тренеров и так далее. Ты первый день слышал меня на мини-мастер-класс, и сразу подошел второй день, сказал наставник, я хочу, чтобы вы были с моим наставником. Почему ты меня выбрал как наставника? Самое основное, я сразу понял, что наши духовные ценности сходятся. То есть наши человеческие духовные ценности ближе к принципу? Это основа. Жизнь одна, она коротка. Как сказать, довериться наставнику, ну это, как сказать, с сердцем почувствовал, да? Спасибо. Это, ну, это непросто, да? Спасибо. Я, ну, знал, кто мне нужен, какой нужен, да? И года два я уже искал наставника. Ой, вау. Спасибо. Спасибо, родной. Вот ты и со мной еще в клуб миллионеров. Ты и со мной. Потому что причина попасть в клуб миллионеров в чем была? Мировая компания создать? Потому что мы клуб миллионеров ищем людей, берем людей, которые хотят, мы вместе с ними создав, чтобы попробуем с помощью Аллаха создать миллиардные компании. Причина у тебя что была? Именно это? Ну, смотрите, основное самое, да, вот как я первый день увидел вас, ну, как бы тренинги начались, вы начали говорить разные истории, как вы это подаете, именно с духовной, как бы, ценностью, да? Еще. Все мы понимаем, что эта жизнь, как бы, временная, да? И намного важнее духовное богатство. Когда у тебя есть духовное богатство, человек, как бы, не сломается в любой ситуации. Это намного важнее, чем какие-то мерзкие денежные ресурсы. Он пройдет любые ситуации. Вот, и самое важное, тут я понял, ну, насколько вы впереди, насколько много вы знаете, столько много вы уже сделали для этого мира, общества, и для меня это большой пример, и это меня мотивирует. И, как минимум, я чем могу, первая цель, это поддерживает, где бы вы ни были, что бы ни были. Я четко понимаю, что вы делаете вообще, какой кластер, какого общества вы создаете, с какой целью. То есть это мощная синергия. То есть собирать таких сильных, как бы, ребят с правильными ценностями, это просто мощная синергия. Тот же наш выезд, который Южную Корею был, да? Скоро у нас Сингапур-Малайзер будет, очень скоро еще. То есть первое, основное, это прям напрямую сходится с моими ценностями, миссиями, прям одинаково оно, да? Это поддерживает, полностью поддерживает, чем я могу. И я, ну, один из первых вступил, если вы помните. В клубе, да. По-другому сказали раньше еще, да? Да, да, да. Я просто, когда пандемия были, останавливал поток людей в клубе, а потом, значит, вот недавно, когда говорили, ты сразу пошел, да? Да, это высокая, как бы, да? Самое первое, духовное, то, что меня основное. Если говорить дальше, второй критерий, конечно же, это помощь в создании мирового бренда. Это связи, это инвестиции, это, опять-таки, тот же, тоже окружение. Это один из важных ресурсов сегодня. Связи намного важнее. Там, оттуда уже и деньги, и другое, и другое, и другое. То есть два основных есть сказать. Спасибо, Роман. Что ты рекомендуешь нашим слушателям, которые хотят, например, ну, люди, понимаешь, у людей какая черта? Они хотят успеха, они хотят быть умными, хотят иметь доход, хотят построить хорошую компанию, но они считают, что тренинги не помогают, и учеба это бесполезно, они так думают. Да, на самом деле часто сталкиваешься с таким, да? Да, общество оно такое, что я могу посоветовать, да? Конечно же, однозначно важно учиться, да? Вот даже вот сейчас, проходя уроки, я что получаю? Огромный прилив энергии. Когда бывает энергия? Я вот по себе заметил, когда ты читаешь книгу, когда ты смотришь какой-то ролик, когда ты на каком-то обучении, прилив энергии. Откуда? Почему? Потому что мысли возникают, идеи возникают. То есть мысли, идеи, это и есть энергия. Да. То есть это один. Создающая энергия. Да, создающая. Другой момент, откуда энергия, где ты не знал, как сделать, что это, для чего это у тебя понимание, а, вот так же это сделать. Как приходит понимание, уже энергия растет, да. И тебе легко становится, а, вот так же и... Внутрь легко, барьер уходит. То есть огромная энергия. Да, получается, до этого были как эта задача, какая-то проблема, и был как это умственный барьер, мучаешься, мучаешься. А когда выход услышал или увидел, или результат какой-то кисти, понял, такая легкость. Да, 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 ты такой заряженный бываешь. Это очень важно. Ну и это первое, да. Если говорить с точки зрения как бы религии тоже, да, и Всевышний в Коране говорит аят, разве знающие, не знающие равны. Потом пророк Мухаммад, саляма, говорит хадис, да, пророки оставляли после себя ничто иного, кроме как знание. Да. Вот этот момент. Это очень необходимо. Правильно. Это самое большое наследие, которое пророки нам оставили. Да, ниильхама, ни золота, ни что-то. А все пророки, это самые лучшие люди, посланные Всевышним, они оставляют указано знания потому что это помогает который идет на векарь соревнования из-за этого очень важно как бы баланс держать и светские знания религиозные знания мы его постоянно говорим что держите в два рука одном технологии современные знания профессиональные знания а в другом держите коране и сонни вот это два вещь мне сал создал лично мне это очень сильно помогло поэтому я постоянно же об этом держите в одном руку если вы христианин держите пожалуйста библию если вы евреи держите тору в другой рукой держите современные если вы мусульманин пожалуйста держите в одной рукой коран одессы другую рукой современные на нельзя их игнорировать вот самое плохое в этом я встречаю человека либо супер религиозный супер но далеко от современные знания у него нету знания профессиональные знания нету например но чтобы построить структуру построить бизнес построят тамской компания нужны знали профессионально знание нужно похоже как водить машину ты то что теками мечет это это хорошо но она же ты должен понимать это два разных быть знаний правильно же аж в машину водить ты должен научиться этому как это делать это другой вид знаний и то это дополняет тебя это это вот вот это очень очень важно сознавать понимать Некоторые вижу, что в эту сферу профессиональное знание имеет, а духовное знание не имеет. А когда у него вот это только профессиональное знание, но духовное нет, он внутри остается чуть пустим. Понимаешь? В чьем плане? При первой трудности сдается, у него духовные сильности слабо остаются, и он не выдержит. Потому что с Аллахом ты сильнее, с Богом ты сильнее. Или вижу, что у него страх больше, сомнений больше, надежды меньше. Где есть духовность, там есть надежда. Понимаешь? Вот это очень такая огромная сила. Поэтому я четко понял, уважаемые слушатели, еще раз, возможно, вы слышите какие-то наши ролики. Еще раз повторю, силия человека не в его деньгах. Вы деньги когда-нибудь можете иногда потерять. Силия человека не в его кулаке. Время победить вас. Ваши кулаки не будут таким сильным, когда вам будут 50 лет, как вам было 25 лет. Силия человека не во власти. Власть меняется. Власть принадлежит Аллаху, не вам. Даже если вы сегодня занимаетесь лучшим постом, помните, это временно. Силия человека не во власти. Власть тоже вам дано временно. Потому что власть принадлежит Всевышнему. Силия человека не в знании. Пророки знали намного больше, чем вы. Мудрецы были намного умнее, чем вы. Силия человека в его намерении. Вот каково у вас ваше намерение, глядя на ваше намерение, будут даваться вам все остальное. Если ваше намерение благородное, если ваше намерение правдивое, и тогда результат будет хороший. Каково ваше намерение, от этого зависит результат. А теперь некоторые люди мне говорят, у меня хорошее намерение, но у меня нет того. Я говорю, стоп, откуда я знаю, что у тебя хорошее намерение, твои поступки показатель. Твои поступки показатель, твои намерения. Если у тебя намерение правильнее, правдивее, и поступки должны соответствовать твоим намерениям. Они должны расходиться между ними и так далее. Дорогие друзья, я сейчас нахожусь в Дагестане, я горжусь нашими учениками. В протяжении 15 лет школа сама работает, а в протяжении 24, скоро 25 лет будут, как я бизнес-тренером и наставником работаю. Но за это время очень большое количество людей учились в наши семинары, тренинги. Но я хочу сказать о том, что раньше, если мы говорили, идите учите, знания помогают, а сейчас мы об этом не хотим говорить. Мы просто вам покажем наших учеников, которые учились у нас, и какие результаты они добились. Если вы учитесь в наших семинарах, тренингах, вы такие результаты достигаете. Запомните навсегда, сегодняшний слушатель наших тренинг – завтрашний миллионер. Сегодняшний ученик нашей системы – это завтрашний успешный человек, лидер в своем отрасли, лидер в своем области. Подождите еще 10 лет, увидите наши ученики, какого уровня достигают. Поверьте вам, с помощью Аллаха это произойдет. Так что, если у вас есть большие мечты, если у вас есть амбиции, вы себе читаете, что вы живете не зря. Сегодня, помнишь, мы говорили в зале, не бойся смерти, бойся бессмысленной жизни прожить. Так что, если вы хотите, чтобы ваша жизнь имеет смысл, добро пожаловать в наши семинары, в наши тренинги и в нашем группе. Да? Ты рекомендуешь людям наши семинары, тренинги? Да, конечно, однозначно. И почему именно рекомендую, что мне больше всего тоже нравится, именно подача информации, она очень простая. Даже самому простому человеку доходит, доходчиво объясняете. И это о чем говорит, когда человек может простым языком донести. Это значит, что человек сам применяет, это значит, очень хорошо знает, о чем говорит. Это, наверное, люди, которые выступают или хотят кого-то научить, сами понимают. Понять самому одно, а до другого донести это другое. Да. Из-за этого очень рекомендую. Сложные вещи объяснить простым языком, это очень трудно. Сложные вещи говорят обычным языком. Обычно люди усложняют, еще наворачивают, усложняют. Еще такие термины используют, которые другой вообще не понимают, о чем я дарю. Это просто сильная сторона вашей компании Само, аль-хамду-ля, это очень нравится. И вот общаешься с ребятами, это всем нравится. Это прям сближает, это прям... Чтобы было понятно и легче. Да, это очень круто. Спасибо, дорогие друзья. Следите за наши следующие записи. Пишите в комментариях, что было ценно на нашей беседе с Юсуфом для вас. Вот так. Пишите в комментариях и так далее. И мы будем учитывать следующие других наших человек. Мы будем показывать скоро. Мы сейчас начали топ-100 наших хороших учеников показать миру, чего мы сделали за это время и что сделаем еще, аль-хамду-ла, с помощью Всевышнего. Спасибо тебе, дорогой. До встречи. Спасибо вам. Давай, дорогая. Спасибо. Спасибо.